Сегодня нашему земляку, народному артисту СССР Владимиру Зельдину исполнилось 100 лет. Свои поздравления по этому поводу выразил президент России Владимир Путин. Поздравил юбиляра лично и губернатор Олег Бетин. О достижениях великого артиста и о его секретах долголетия расскажет Дмитрий Рафеев. Большую часть жизни Владимир Михайлович работает в Театре Российской Армии. Здесь он сыграл десятки по-настоящему уникальных ролей, некоторые по тысяче раз. Среди них Альдемара в спектакле «Учитель танцев», фотографа в Надежде Миловановой. Перевоплощался даже в барона Мюнхгаузена в комической фантазии о жизни и смерти. Он словно позаимствовал все лучшее у этих персонажей. Говорят, ему по силам абсолютно любая роль. Само собой у меня возникает энергетика, темперамент. Я даже вот интервью, я даю вам интервью, я не говорю так вот, понимаете, где-то на опущенных. А я стараюсь, чтобы мои слова дошли до зрителя, для слушателей и так далее. Вот я не знаю, у меня никакого секрета нет. Театр – дом родной, но иногда со сцены он уходил в экраны. В кинематографе на счету Владимира Михайловича больше 50 ролей. Это и любовь на расстоянии, как в фильме «Свинарка и пастух», и жизнь в глубинке дяди Вани – яркая игра, словно расстраившая черно-белую эпоху советского кинематографа. Ты был для меня существом высшего порядка. Все твои статьи мы знали наизусть. Но теперь у меня открылись глаза. Сто лет сегодня, а он по-прежнему играет. С жизнью, со временем, со зрителем. Все так же шутит, исполняя одну из главных ролей в сериале «Сваты». Снимается в фильмах о Кавказе. Да и здоровье у него, как у истинного горца. Два года назад Владимир Михайлович Зельдин стал самым возрастным факелоновцем в истории Олимпийских игр. Овации еще и за роль бегуна на 200 метров. У меня пять спектаклей на сцене. И когда я играю тот или иной спектакль, я пробегаю не меньше, собственно говоря. Для меня это, конечно, приятное событие, но я волнуюсь, не знаю. Как-то, ну, постараюсь собраться в этой экстремальной такой для меня ситуации. Мне достойно пронести факел и передать эстафету другому своему партнеру. Образ жизни и карьеру Владимира Михайловича называют самой активной среди актеров. Это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Он заслужил уважение Иосифа Сталина и трижды награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Владимир Михайлович Зельдин. Уроженец Тамбовской области. С днем рождения. Дмитрий Графеев, Анна Мусатова, Область новостей.